Друзья, всем привет! Сегодня мы посмотрим, каким образом можно коннектить наш WhatsApp к ИИ-агентам, построенным на N8N. К концу этого видео у нас будет полноценный агент, который будет подключен к нашему бизнес-вотсап-портфолио, и который будет в состоянии принимать какие-то вопросы от наших пользователей или клиентов, обрабатывать их с помощью искусственного интеллекта и возвращать свои ответы. Делается это несколько сложнее, чем с Telegram-триггерами, поэтому будет интересно. Погнали! Открываем наш N8N, добавляем новую ноду, которая называется WhatsApp Business Cloud, ищем Trigger on Message. Пока все очень похоже на Telegram, и если мы посмотрим на креденшалы, то увидим, что нам нужно получить где-то Client ID и Client Secret. Каким образом они получаются? Чтобы получить эти креденшалы, нам нужно будет открыть сайт businessfacebook.com. Открываем его. Так, момент. Мы помним, что Meta, Facebook — это экстремистские организации. И первое, что вы увидите, это будет вот такой вот пустой экран, и вам нужно будет здесь создать ваше бизнес-портфолио. Просто нажимаете кнопочку «Создать» и создаете ваше первое бизнес-портфолио. После этого сразу идете в настройки, и в настройках ищите вкладочку «Приложение». Нажимаете ее и нажимаете кнопочку «Добавить приложение». Здесь снова ID приложения. Нам нужно придумать название приложения, пускай это будет тестовое приложение. Нажимаем «Next». И здесь нужно будет в самом низу выбрать другой кейс. Нажимаем «Next». Тип приложения. Выбираем бизнесовое приложение, потому что только в этом случае мы сможем воспользоваться WhatsApp. И нажимаем «Создать приложение». Так, друзья, пока наше приложение создается, обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь и оставьте какой-нибудь комментарий. Автоматизацию, которую мы сейчас построим, как всегда будет лежать в моем бесплатном телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. А если вы развиваетесь в теме искусственного интеллекта, интересуетесь этой экспертизой, то обязательно подписывайтесь на нашу прогруппу. Там есть усложненные версии кейсов, которые мы строим вместе в YouTube. Там большое комьюнити и энтузиастов. Вам точно там будет интерес. Проверьте его обязательно. Ссылка тоже будет в описании. Так, ну а тем временем наше приложение создалось, и мы должны добавить продукты в наше приложение. Нас, естественно, же интересует WhatsApp. Нажимаем здесь вот кнопочку «Setup». И мы попадаем в настройки WhatsApp для нашего приложения. Первым делом мы идем в настройки приложения. Нажимаем «Basic». И здесь у нас будет прямо в первой строчке представлен «App ID» и «App Secret». Это и есть те самые креды, которые требуются для ноды в N8N. Забираем «App ID», вставляем сюда, «Secret», вставляем вот сюда и нажимаем «Сохранить». Мы видим, что Connect произошел хорошо. Нас это уже радует. Это значит, что мы уже можем пробовать принимать какие-то сообщения в наш WhatsApp. Резионный вопрос, на какой номер нужно написать, чтобы получить эти сообщения в N8N. И опять же, это все несколько сложнее, чем в Телеграме. Поэтому идем на вкладочку «WhatsApp», нажимаем «Quick Start» и здесь нажимаем «Start using the API». Здесь у нас предоставляется возможность генерировать Access Token и получить некоторый тестовый номер для того, чтобы мы могли протестировать нашу функциональность. Здесь нужно будет нажать «Get new test number». Прекрасно, и нам только что сформировали наш тестовый номер, с которым мы можем уже работать. Конечно же, нам теперь интересно на этот номер что-нибудь написать. Давайте пробовать. Итак, открываем наш WhatsApp. Здесь вы увидите кнопочку «Начать новый чат». Дайте, возможно, минут 10 этому номеру, потому что поначалу, скорее всего, у вас будет написано, что я не могу этот номер найти. После того, как вы подождете некоторое время, этот номер станет доступным. И когда вы откроете чат с этим номером, у вас будет написано, что это бизнес-портфолио. Возвращаемся в наш N8N, нажимаем «Отслушивать триггер», идем сюда и пишем «Привет». Отлично, и у нас только что прилетело наше сообщение «Привет» от WhatsApp. Вы можете подумать о том, что практика очень похожа на то, что мы обычно делаем в Telegram, но, к сожалению, все не так просто. Давайте добавим какой-нибудь обработчик. То есть я добавляю агента, сюда добавим модель от OpenAI любую. И, например, мы хотим сделать так, чтобы наш агент получал вопрос из WhatsApp, обрабатывал его и отвечал. Чтобы мы могли отвечать на WhatsApp сообщения, нам опять нужно вернуться в набор нот WhatsApp Business Cloud и здесь выбрать «Send Message». Давайте подсоединим нашего агента. Если вы здесь посмотрите на креденшалы, то увидите с удивлением, что креденшалы совсем другие, то есть не те же самые креденшалы, которые используют для того, чтобы получать сообщения. Вот так устроен WhatsApp. И действительно, мы должны получить другие креденшалы для того, чтобы мочь отправлять наши сообщения. Где мы их берем? Возвращаемся в наш бизнес Facebook. Здесь нас в первую очередь интересует WhatsApp Business Account ID. Забираем его. Прямо сюда вставляем, вставляем во вторую строчку. А аксесс токен, соответственно, мы должны сгенерировать. Давайте его вместе генерировать. Нажимаем на эту кнопочку. Здесь вам нужно будет ввести опять ваш пароль от Facebook. Нажимаем «Connect». И вот он наш аксесс токен. Копируем его и вставляем в первую строчку. Сохраняем. Отлично. Креденшалы добавились. Теперь давайте смотреть, что нам это дает. Здесь уже сразу потянулся наш тестовый номер. А вот «Recipients Test Number» надо будет забирать из ноды, которая принимала наше сообщение. Давайте посмотрим, как выглядела нода еще раз. И мы можем увидеть, что здесь есть «Fone Number ID». Это есть тот самый ID, который ожидает ноды на получение. Вставляем этот ID сюда. А здесь в текст «Body» напишен «JSON Output», потому что мы знаем, что нода с AI-агентом отдает в этом поле свои ответы. Так, давайте тогда пробовать. Вот наша нода, которая прилетела. С текстом «Привет». Здесь скажем «Define Below». И закинем сам текст из первой ноды. Нажмем «Выполнить». Отлично. Нам только что вернулся ответ от нейронки. «Привет, как я могу помочь?» И здесь мы видим, что мы допустили ошибку. Добавим «Output». И попробуем с этими новыми креденшалами отослать ответ обратно в WhatsApp. Выполняем. И видим ошибку, что мы не можем ответить на этот номер, потому что он не в белом листе. Это особенность тестовых номеров в WhatsApp. Чтобы коммуницировать с другими номерами, этому номеру нужно добавиться в белый лист WhatsApp. Возвращаемся в WhatsApp. И здесь указываем, на какой номер мы можем разрешать отправлять наши сообщения. Я сейчас введу свой номер, с которого я только что отправил сообщение в WhatsApp для бизнеса. Так, я только что добавил свой номер в WhatsApp для бизнеса. Давайте пробовать еще раз. Возвращаемся в эту ноду, как будто бы мы готовы, и нажимаем «Выполнить шаг». В этой ноде вместо ID номера, оказывается, нужно использовать сам номер. Поэтому мы добавляем сам номер и пробуем еще раз. Отлично, только что отправилось наше сообщение. Идем в WhatsApp, проверяем. Нам прилетело привет, как я могу помочь от нашего WhatsApp для бизнеса. Таким образом, вы можете настраивать себе WhatsApp для бизнеса, проводить все необходимые тесты. Обратите внимание, что этот флоу хорошо работает именно для тестов задач. Как только вам нужно будет перейти на реальный номер, вам нужно будет выбрать мод аппликации Live. И после этого у вас WhatsApp попросит некоторые подтверждающие данные, что у вас бизнес реальный, чтобы активировать вам ваши номера. После этого вы сможете подключить свои номера. У WhatsApp также еще интересная система работы с файлами. Если вам интересно, каким образом можно получать файлы из WhatsApp, парсить их и вытаскивать из них ключевую информацию, и эту ключевую информацию потом сохранять в таблице, то такая вот усложненная автоматизация у нас есть в Pro-группе. Обязательно ее проверьте. А вот эта автоматизация упрощенная будет находиться в нашей бесплатной Telegram-группе. Ссылка на нее также будет в описании. Всем хорошего дня. Пока.